он вообще уже там облака ловил эти просто не дати него хлопнули там ребенка один удар получилось все спалой по голове друзья всем привет на канал живая стать с вами его ведущий артем тарасов с нами сегодня как всегда наш немой качок ну и наши гости игорь швед и метро влюблено в общем друзья произошел бой на хайпфайтинге где любли но конечно деклассировал игоря шведа выиграл его быстренько в борьбе не почувствовал на что игорь швед сказал что все пацаны это все фигня я я игорь швед стойки просто вообще его не почувствую посмотрел бы его уровень драки в стойке ну в итоге созвонились игорем шведом и решили на в нашей студии как всегда сначала поговорить но в конце уже после нашего разговора как всегда выяснить в зале то есть они игорь швед или своему мин мадиев люблю но то есть и не очень громкое заявление на самом деле вот и сегодня здесь в студии не думаешь ли ты что-то громко сказал по этому поводу потому что бойся любой видели то я не думаю что я громко сказал как только бой начался мне кажется я маленечко потряс сам умина ну я прямо видел что его мы ну если честно и на себя не накидываю какого-то пуха там или чего-то ну я видел как сам уме нормально так пропустил и даже растерялся что для него даже не догадался из-за чего пропустил эти просто недооценивал просто руки вот держал под себя и даже не поднял просто с тобой хотел драться чисто вот показал еще другой фактор помимо того что я так сказал на самом деле ты каждый день занимаешься тренируешься ты профессиональный боец у тебя есть там какая-то подготовка серьезные так далее как мы знаем я вот с мурадом дрался типа он аморальный образ жизни там ведет там что-то употребляет где-то выпивает и так далее в залы не ходит но на самом деле его удары по голове вот именно когда прилетала от него и от тебя его удары были намного такие как шпалой по голове реально прилетала либо может его какой-то химии жесткой там на кололе я не знаю потому что за пять минут до нашего боя из его гримерки вышла скорая реально два врача с этими может ему там какой-то супер не знаю укол сделали в сердце у нас без ограничения не удары удары именно в ударе когда я пропускал голове я бывало такое что я поднимался когда вот мы с ним боролись я поднимался и он мне пробивал в этот момент ну именно в голове ну чувствовал но не чувствовал здесь у него полностью у меня кожа чувствительный умножить у тебя-то половина глаза вообще у меня только вот эти стороны чуть-чуть на самом деле мне кажется ты больше как-то на борьбу заточен там и что и чисто побоксировать с тобой ты никогда в стойке не дрался я вот до этих боёв никогда не дрался вообще в журнале с ума что-то стоит просто платья разрушение у тебя предыдущего боя было с мурадом скорее у тебя почти полный бой до этого никогда в жизни даже там в клетку не заходил я сдаваю чем был этот чуть ли не бой хочешь давай потому что ты чепуха да вы бичем кстати с удовольствием бы я устроил бой хоть он свой большой ну типа это тебя с удовольствием но в общем что скажу про своему мину что мне кажется это будет реально конкурентный боев по боксу там даже спарринг это будет конкурентный не то что просто мне самому себя по кайфу там проверить я не какой-то там за наградами не стремлюсь не какой-то там супер боец что там проигрыша у меня или выигрыш я просто выхожу и дерусь мне за это платят деньги раньше там на улице где-то бесплатно драли сейчас за это платят деньги веселый нет это только за деньги хочешь драться если хочешь на сушами я говорю сначала ты хочешь сказать что чисто выйдешь за деньги тоже специально послушаем ты же хотел что на стойке со мной драться конкена показал показал ты чего мы и ждем правильно а ты почему почему говорю что не без разницы выйду за деньги просто меня деньги платят ты говоришь что будет чтобы на тверь буду драться все за деньги раньше дрались на улицах а сейчас мы можем это делать в ринге и еще и за это заплатят деньги конечно деньги это ну как немаловажный фактор этого всего но на самом деле я просто хочу себя проверить даже я не говорю что я там тебя вырублю или сто процентов я уверен что тебе так просто я тебе говорю я тебе так говорю ты мне вообще не интересен во первых во вторых потому что первый бой видел в сутки ты на первый бой все уже увидел сам как чё к чему было все правильно а второй раз эти игрути просто денег вот пришел ко мне вот чисто денег зарабатывал ушел а первый раз то же самое я не чисто там говоришь что хайп ради денег с тобой буду будет выйду там буду драться мне за деньги говоришь и сейчас же опять говоришь ты же для меня такой я хочу на нормальный достойный соперника что вот дальше больше пока эти недостойный соперник тебе тебе как почему ты меня в первом раунде не почему ты меня в первом раунде там не ушатал не поломал что мне потом пацаны говорили почему ты его не добил он вообще уже там облака ловил тебе надо было про я хотел добивать я просто ударил ты растерял я не стал тебя добивать мне не пускали что тебя бить понимаешь отпускай я сам вставал я не чувствовал эти удары я встойки чтобы они прям зарубились это будет спайринг да вот я сегодня в стойке тебе на колочу это потом увидит ну посмотрят когда все и тогда может полноценный бой мы проведем боксерских перчатках где-то сегодня будет считать так как будет считать это последний реча просто когда люди увидят сегодня то тогда уже захотят увидеть полноценный бой этого всего вот честно скажу тогда мне за сутки сказали sky fighting альфреда позвонил за сутки и сказал не хочешь подраться с метро люблю но я просто говорю вы чё психи вы чё говорю психи реально я так сказал посмотрел там вот эти видео я сказал вы чё мои смерти хотели потом подумал почему нет чё мне теперь мешка какого-то искать выбирать чтобы выйти там и просто ни о чём но выйду и хотя бы для себя узнаю вообще насколько я поймаю и просто вот вышел с тобой так же как и сейчас вот артём связался со мной буквально там за сутки за двое до вот этого всего сейчас вообще были другие дела даже не тренировался не просто нет вчера посвящена трюки не был когда мне тренингарит ты по воскресенье мужчин даться я в шоке как этого говорю близкого свадьбы мы не сможем воскресенье даже вчера только написал эту игру просто я сегодня тебе намолочу а потом еще я месяц подготовочки хороший и чисто по боксу в правде там или хоть где просто подготовиться там пиво мимо классический бокс покажу как сегодня-то покажи как сегодня покажу нормально на сегодня покажешь давай много не болтаем я сегодня вам короче посмотрим чтобы если я сегодня ему проиграю по боксу то смысл будет где-то этого боя его уже смысла не будет поэтому надо сегодня постараться перебить чтобы был как-то дальше дальнейший бой ты же сам себе сказал у меня как-то как у тебя в 6 часов до интервью интервью тоже сам себе сказал что есть я не хочу что у меня в лицо там трещина там или не знаю сломано ты уже сам себе поставил зачем еще будешь драться именно как ты думаешь а пройдет ваш спарринг сегодня что вообще-то у него легко я думаю думаешь вообще на изи да изи катку для тебя то есть у него вообще не видишь соперника спортсмена какого-то как ты можешь оценить вот игоря шведа как сам значит он не спортивный правильно не занимаешься нигде ну как бойца как бойца другого хочу же как бы выйдет перед тобой нормально драться с ним то есть дальше по сильнее считаешь вообще да то есть у меня никогда по боксу не дрался я думаю что просто так ответ почему ты пропустил когда тебя посадку подожди сколько сейчас сколько раз объяснила пошатнула ты почувствовал один один удар я получил именно вот здесь слушай меня сколько раз я должен объяснить я же сказал что не отценивал тебя просто руки не поднял вот к тебе подошел как бы просто прямо пошел к тебе и все думаю что дуэт не чувствую ничего такого не будет ну один удар получил и все и после этого хорошенько я тебя размотал просто ты одним и тем же болевым закончил которые все я на самом деле смотрел все твои победы да вот на руку ты сделал вот этот рычаг я все твои бои смотрел они все этим рычагом закончили я даже на тренировке тренировался держал чтоб мне рычаг это делали ты объясни мне зачем он когда последний бой дрался значит соперника бьет сверху соперник лицо не защищает а руки защищают на самом деле то что этот бой быстро закончился для меня были кое-какие плюсы например самые коротко заработанные деньги во время боя ты услышал что там больше 250 тысяч минут я заработал во время боя ты услышал от других от со стороны услышал что мне говорили во время боя я хорошенько услышал и понял их он даже не спешит опа смотри как он перевел своего оппонента мне говорят не надо его побить короче да отпускай его просто отпустил тебя и просто проход говорит не там а я в алфреду даже тренер мне говорит что просто проход делай ему просто я хотел проход показать и все на проходе уже так кто же показал проход тик токе нормально нам хотела на него хотели еще серьезно на него подняли его еще зато теперь с домовенком у меня с кем я дерусь со всеми с кем я дерусь или с кем-то у меня в интернете происходит какой-то конфликт у всех появляется погоняло у кого-то плохое у кого-то хорошее вот у тебя нормальное то что я сказал вот это домовенок кузя хоть мне и писали что я больше похож на домовенка и так далее но реально это как бы веселый такой нормальный трешток не выходящий из-за рамки а таких погонял было очень много у давидыча там чепуха в интернет разлетелось а у мурада шерстом и так далее просто неприязнь к этому шерстяному человеку все его движения шерсти так что домовенок это вполне нормально это ты посмотрел а ты очень называл и карлика этот мультик посмотрел но у меня говорят что это очень интересный самый у меня особо конфликта с ним нету никакого просто деклассицирую или как сказать деклассирую ты можешь догадаться что ты в стойке сильнее его ну да правильно каждый человек из мяса он никогда в жизни он да я в жизни никогда в ринг не выходил вот выхожу только подраться ну вот с этим с Мурадом вышел с Темой даже с Корнеем вышел ой 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 вот вошел обмен там с кем то еще со мной еще он всю жизнь этим готовится людей бить а я всю жизнь в хоккей играл там не знаю безобидно видел что он болит всю жизнь даже не греппинг и не мама честно я вольный народ мне бокс нравится на самом деле как для себя и ребята с кем я тренируюсь они говорят что у меня получается нормально по боксу они мне вообще говорят зачем ты дерешься по ММА руки-ноги тебе надо просто по боксу драться тренироваться и тебе равных не будет так вам с Корнеем тренироваться тоже не смог сделать кто с Корнеем предложили экстра раунд какой экстра раунд с Корнеем у нас экстра раунд экстра раунд да ну так так я сказал давайте деньги они сказали ну тогда Корней выиграл раз экстра раунд там полностью равный бой был даже кто-то считал что я выиграл этот бой просто всегда судьи судьи и все всегда против меня настроены надеюсь сегодня не Артем Тарасов будет судья потому что всегда все судьи против меня настроены если более-менее равный бой и даже я чуть-чуть перебиваю всегда сопернику отдадут победу 100% по поводу бой Корней ты же знаешь он готов с кем угодно сейчас делется с типси типом вот с тобой когда еще? Корней сейчас он предлагает с розовыми волосами вот это везде крутые сейчас там тут пацаны скидывание что у них боя что у них боя из-за этого можем будет сделать после сегодняшней ситуации я думаю никто больше с тобой бой не захочет не захочет бой максимум там проходочки эти поделать из-за того что я тебя так размазывала сегодня они просто будут понимать что у тебя смысла нет с нормальным парнягой серьезно? с сибирским у которого колотушка если прилетит главное один чтоб в голову прилетел прическа прямо останется на месте у тебя у тебя все так происходит уйдет борода с прически останется ему предложили вот 28 вот этого числа на фонтан подраться вот 57 килограмм просто я отказал сейчас потому что он толстый для 57 килограмм 61 килограмм 62 ты что с дом рухнул что ли? мне кажется больше 65 есть весы? давайте сейчас их разобучим разобучили у меня на туре вес штат 2 и штат 1 это я серьезно говорю я просто так выгляжу мы предлагали на фонтанте что-то подраться у нас не особо большая разница весит мне вообще без разницы интересно здесь в Москве будет? да? да они мне сказали в следующий раз в Москве турнир будет потому что к этому турниру я думаю надо готовиться Лизвана ты почему не подерешься ни с кем? ну ты везде ходишь он же везде подрал он тренер он тренер ну на самом деле против какого-нибудь тренера знаешь как тяжело быть тренером тренер против тренера может же тоже выскочить почему нет против какого-нибудь зала если кому-то нужен ты молодой? подготовленный? 30 лет мне уже 31 будет ну все равно это молодой возраст самый такой мужской возраст не тренером не получается тренер тренер тренера так же тренер 50 человек оставить всех в углу где-то тренер Ты хочешь вместо меня тренер-разминку делать что ли, ему больше нечем занять На самом деле с ним бы поопаснее, если бы я для себя выбирал вот так соперников Мне бы показалось с Резваном поопаснее драться чем с тобой Почему-то, не знаю, он повыше, у него рука длиннее Ты моего тренера вызываешь? А с качком с ним не опасно тебе казалось? Нет, наверное не очень, по боксу бы, почему нет Он со всеми готов по боксу, прикид С тобой тоже по боксу готов Хорошо, мы с Тёма Сегодня сразу после спарринга, второй спарринг Ты не будешь там терпеть до конца Хочешь ли ты вот сейчас в боксе, вот прям вот вы сейчас поедете Прям как следует, нужно показать после всех Он говорит, он хочет по боксу, а я говорю, тренер, вот просто запусти мяч туда, в клетку сразу Я говорю, покажу сейчас такой Я никогда по боксу не дрался, но на этот раз что умею, вот всё сделаю я Я вообще думал на спарринг, жути нагнали на меня, это типа, как на соперника жути гонят, уже жути нагнали Мне вообще Артём сказал, приедешь на спарринг, там поснимаем, всё, уедешь, всё нормально Ну а спарринг, жути, как бывает? Как бои будешь? Такой спарринг нормальный будет, конечно, плохо Не, я вообще заднюю не даю никогда, если бы я заднюю давал Как ты можешь заднюю проход делать? Особенно за... Особенно за такие деньги небольшие я бы по-любому не пришёл А, кстати, у нас ещё договор с тобой был, если помнишь На арене, когда мы были на предкрафтнессе, я тебе сказал, я хочу с тобой на 50 тысяч подраться и половину свою гонорару тебе дать Так и было? В смысле нет? Мы же там посмотрим Половину гонораров Ты же сам сказал А, на арене, что если нам бой дадут в стойке? Ну, одно и то же И здесь одно и то же Когда арену дадут, тогда обсудят Ну ладно, здесь не арена, здесь немножко у нас другая Здесь так называемая стрелка у Тарасова Кстати, у нашей программы до сих пор нет названия К нам приходят разные бойцы Дерутся, выясняют отношения И происходит это, скажем так, в режиме лайф-формате Они сначала болтают, разговариваются Объясняются с другом и потом сразу дерутся Но названия, как такового, у нашей программы ещё нет Уважаемые зрители, если нас смотрите, то Может вы придумаете какое-то название? Вот у нас одно из названий Стрелку у Тарасова Ну что будет, если, допустим, я буду отсутствовать И не смогу сниматься на канале по какой-то причине А будет, допустим, Тимур Никулина Будет Стрелку у Никулина Патасовка Патасовка Придумывайте название В общем, что, надо переходить, я думаю, от слов дела Здесь всё сказано Нам всегда лучше от слов дела, лучше быстрее Давайте, последние слова перед боем, скажем так Что ты скажешь своему сопернику? Береги Береги В каком раунде Береги бороду Всего два раунда Поэтому в первом закончится Проиграешь, да? Не, я вообще проиграю Не будешь ждаться Не буду я будучи Всё, берите её от меня Сегодня из дома поехал Мне жена говорит Ты куда поехала? Я говорю, да поеду Там надо кое-что подснять Чуть-чуть подерусь Она говорит, в смысле подерусь? Ты же с Нового года там вообще не тренировался Я говорю, да там ещё Там вообще не о чём Быстро приеду пару раундов, хлопну Там ребёнка одного Опять ребёнка? Как на хайпе? Да, ребёнка Ребёнка до мамёнка А, это раз по-другому будет тогда Так, ну чё? Про тебя всё много пишут А, и твои слова Не, ну, зато все говорят и пишут об этом И все, я считаю, что Тихо, швей Вот кто бы не говорил Трэшток там и чё-то Даже плохое там вот это пишут Пусть лучше такой трэшток будет Что там безобидный, не личного Я твоего не задел Меньше болтать, больше делать Больше показать Если я буду меньше болтать и больше делать То этих шоу вообще никто смотреть не будет Ну, вопрос мне же Там тупо вот это Я взвесился два килограмма Это никто их смотреть не будет Это никому не интересно И про тебя забудут, если я не буду хайп давать Хорошо я тебя услышал, закончил Твои слова перед боем Если этот раз трэнер отпускает до конца ему бит Я на первый раунд На первый раунд На первый раунд Все, мы договорились с трэнером не с тобой точно Все, фейс ту фейс И едем в зал Все, балл есть Все, балл забрал Опять проход пропустил Не, ну легенький Ну что, друзья, прямо сейчас мы едем в зал И спарринг Метро Люблино Саймумин Против Игоря Шведа Вы увидите в следующей серии Все, погнали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok